Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о 22 февраля, какой это был день в истории. 22 февраля, вкратце, значит, в 1632 году Галилео Галилей преподнёс герцогу Тосканскому посвящённую ему книгу. В 1714 году учреждён Санкт-Петербургский ботанический сад. Да здравствует растение! В 1878 году впервые исполнена четвёртая симфония Петра Ильича Чайковского. Петра Ильича Чайковского самого не было на премьере. Он надеялся, что от своих друзей получит неоднозначные, прекрасные, восторженные отзывы, но этого не последовало. Эту симфонию он посвятил вдове железнодорожника Рубинштейн. Самой Рубинштейн эта симфония понравилась. Она ему написала ответный, хвалебный отзыв. Он подумал, что какая умная женщина, всё правильно поняла. Впоследствии на мировой музыкальной сцене это стала одна из самых полюбившихся симфоний. Вот такой вот он был музыкальный день, 22 февраля. В 1921 году в Советской России создан Госплан СССР. Так что, дорогие мои, мы рано или поздно, несмотря и вопреки, вернёмся к Госплану Российской Федерации. В 1993 году при президенте России создан Президентский Совет. Обращаем внимание на тех, кто в него ходит. В этот день произошло обретение мощей святителя Тихона, патриарха московского и всея Руси. В 1968 году открыта первая советская станция с красивым названием Беллингаузен. Она была названа в честь Фадея Фадеевича Беллингаузена в имени и в отчестве две буквы «Д». Это был русский мореплаватель, адмирал. Станцию открыли для географических, геологических и биологических исследований территории, прилегающие к океану. В 2014 году открылся храм, на это и построили люди, рассчитанно на 30 человек. Службы идут, создан храм из кедра благородных пород, деревьев и лиственницы. Благодарю за внимание. До новых встреч!